Добрый день, дорогие друзья! Сегодня у нас четвертая глава долгого и интересного повествования об истории веры Бахаи. Как и любая религия, она начала свой путь с героических и драматических страниц. Английский исследователь, востоковед Эдвард Браун сказал так. Сказал, что это вера, чьи приверженцы исчисляются теперь не сотнями, а тысячами, мученики не десятками, а сотнями, и которая независима от своей дальнейшей судьбы из того же состава, из которого образуются мировые религии. 1848 и 1849 года были неспокойными. Этот краткий период вошел в историю как весна народов. Вдруг, как будто бы без всяких причин по всей Европе прошла волна неповиновения власти, вооруженных восстаний и новой государственности. Франция, Германия, Испания, Дания, Австрийская империя, Итальянские государства, будущая Румыния, Польша, Венгрия, все они были затронуты этими процессами. Швейцария приняла конституцию и стала федеративным государством, таким, каким мы знаем ее сейчас. Историки считают, что для этих событий нет никаких видимых общих причин. Этот внешне хаотичный процесс обновления смел остатки феодальной системы правления во многих странах и стал началом роста демократии в Европе. Была основана Вторая Французская Республика. Первым президентом в истории Франции стал Луи Бонапарт, племянник Наполеона I. Через несколько лет он объявил себя императором Наполеоном III, став последним французским монархом. В Германии возникают первые ростки леводвижения, альтернативы буржуазной демократии. Карл Маркс и Фридрих Энгельс ведут работу по формированию новой идеологии. В 1848 году они опубликовали манифест Коммунистической партии. В этом сочинении утверждалось, что вся предшествующая история человечества есть история борьбы классов. Мы поговорим о них в последующих лекциях, когда они наберут силу. В новом свете заканчивается Американо-Мексиканская война. США завоевали весь Запад Северной Америки и достигли Тихого океана. Их штат Калифорния попал в заголовки газет. Там, возле небольшой лесопилки, было обнаружено золото. Северную Америку охватывает золотая лихорадка. В то же время в другом городке Калифорнии три девушки, сестры Фокс, сообщили о том, что они вступили в контакт с невидимой сущностью. В течение нескольких последующих лет множество людей внезапно обнаружили в себе способность общаться с духами. Так сестры Фокс положили начало целому движению спиритуалистов, которое всего за семь лет набрало миллион сторонников. Крайне важные события произошли в области науки. Так, Чарльз Дарвин и Альфред Уоллес впервые предложили теорию эволюции путем естественного отбора. А лорд Кельвин описал свою абсолютную температурную шкалу, которой физики пользуются и по сей день. Летом 1847 года Баб под охраной прибыл в тюремную крепость Маку. Относительно спокойный период быстро закончился. Визирь намеренно отправил Баба в Маку. Это был Суницкий край. Жители собрались у подножия горы посмотреть на Баба. Позже они были покорены его мягкими манерами и его любовью, но пока это был шумный и достаточно враждебный прием. Тюрьма представляла собой массивное каменное сооружение на горе с четырьмя башнями. Ее и сейчас показывают туристам. Настолько фундаментально она была сделана. Даже добраться до крепости было затруднительно. Вокруг была труднопроходимая местность. Визирь лелеял надежду на полную изоляцию Баба. Как же он был наивен. В первые недели заключения Баба надзиратель крепости Алихан держал его в заперти и не допускал посетителей. Это был суровый, конкретный, самоуверенный и непреклонный человек. Баби не разрешалось даже останавливаться в самом городе. Только двум последователям разрешалось встречаться с ним и спускаться в город за провизией. Их связным, которым они передавали писание Баба для отправки верующим, был некий шейх Хасан. Он очень хотел встретиться с Бабом, но понимал, что это невозможно. Но однажды Баб передал ему через своих спутников, что сам попросит Алихана об этом. На следующее утро Алихан, смиренный в совершенно несвойственной ему манере, попросила Баба аудиенция. Алихан вошел и явно нервничал. Выяснилось, что когда на рассвете он ехал на работу, свою прекрасную неприступную тюрьму, то на берегу горной реки он неожиданно для себя увидел Баба. Тот воздымал руки в молитве и обращал взор к небесам. Алихана очень хотелось упрекнуть Баба за то, что тот покинул крепость без разрешения. Но страх от того, что он нарушит состояние восторга, в котором пребывал наивозвышенный, был так велик, что Алихан не решился сделать это, а обрушил свой гнев на охранника в крепости за то, что они выпустили узника. Однако ворота были заперты, и совершенно точно Баб не покидал темницу. «И вот я вижу тебя перед собой», — сказал Алихан, завершая рассказ. «Я совершенно сбит с толку. Не сошел ли я с ума?» Баб ответил. «То, что ты видел, истинно и неопровержимо. Ты пренебрег всем откровением и с высокомерием отнесся к его явителю. Всепрощающий Бог, не желая подвергать тебя наказанию, выжелал явить твоему взору истину. Своим божественным вмешательством он вселил в твое сердце любовь к избранному и заставил тебя признать несокрушимое могущество его веры». Думается, что вся жизнь пробежала перед глазами Алихана, и он только и смог сказать, «Там у ворот какой-то бедняк-шейх хочет увидеться с тобой. Разреши мне привезти его». Баб кивнул, и Алихан сам привел шейха Хасана и его присутствие. Именно в Макку Баб создал персидский баян, сочинение, в котором он излагает законы и заповеди своего завета, объявляет о грядущем откровении и призывает своих последователей искать того, кого явит Бог. Там он публично принимает на себя полномочия того, кто восстанет – Каима. Когда Баб диктовал баян, его голос был слышен всем у подножия горы, на которой располагалась крепость. Так как прежние запреты были сняты, Баб принимал у себя благочестивых паломников со всей Персии. Он разрешал им провести в Макку три дня, а затем отсылал назад к своим трудам на благо укрепления веры. Алихан теперь каждую пятницу приходил к Бабу, чтобы засвидетельствовать ему свое почтение. Главные из всех писаний Баба – баян, более полные на Фарсии, меньшие по объему на арабском, были открыты в один и тот же период с небольшим промежутком времени. Каждый из них упоминается в другом. Персидский баян написан от лица богоявления, которое интерпретирует стихи Бога. Арабский баян написан подобно Корану от лица Бога. Обе работы были незакончены. Бабу оставалось еще около двух лет земной жизни, и закончить их не представляло сложности. В незавершенности был символизм. На каждой странице баяна упоминался тот, кого явит Бог. На каждой странице была хвала ему и его власти. Именно он должен был завершить баян. По сути, вся книга законов Баба – это хвалебная, восторженная песнь грядущему за Бабом второму богоявлению – Бахауле. Послушайте слова Баба. «Вам подобает ожидать дня пришествия того, кого явит Бог. Воистину я посадил древо баяна лишь с единственной целью – дабы вы смогли признать меня. Подлинно я первый, кто преклоняется перед Богом и верует в Него. Посему да не будет ваше признание бесплодным, поскольку баян, несмотря на возвышенность положения его, присягает в верности тому, кого явит Бог, коего и пристало называть престолом божественной действительности. Хотя на самом деле он есть я, а я есть он». Персидский и арабский баяны до сих пор не переведены полностью на западные языки. Была попытка перевести персидский баян на французский. Разумеется, это не означает, что мы не знаем содержание этой святой книги. Положение баяна во многом знакомы тем, кто читал Китап и Агдас – главную книгу «Откровение Бахаулы». Законы Бабы ясны и однозначно составляют основу всех законов Бахаи. Вера Бабьи и вера Бахаи – это одна и та же религия, прошедшая свою эволюцию. Все положения баяна вращаются вокруг главных основ, указанных Бабам еще в предыдущих книгах и скрижалях. Он утверждает, что Бог недостижим для понимания и непознаваем, а мир творения создан божественной волей. Человечество – вершина этого творения, а явители Бога – это избранные из числа человечества, и они необходимы именно потому, что прямая связь между человеком и источником творения невозможна. Достижение их – глубокое понимание и притворение в жизнь всего того, что они явили, и есть сама цель человеческой жизни, которая в прошлых религиях описывалась как достижение присутствия Бога. Баб говорит, что религия Бога едина и описывает принцип, согласно которому все посланники Бога приходят, чтобы донести часть за частью, кусочек за кусочком, волю Бога, передать людям его свет. Религия Бога, как и человеческая душа, динамична. Она находится в постоянном развитии. Вера в Бога является средством развлечения добра и зла. Все составляющие мира постепенно достигают своего совершенства. Цель каждого творения Бога – достичь совершенства, достичь своего рая. Человечество ответственно не только за достижение собственного рая, но и за достижение совершенства тварного мира. Баб говорит, что с появлением каждого откровения создается новый мир ценностей посредством обнародования нового кодекса законов. Обнародование законов необходимо, потому что люди не следуют велениям своей духовной и высшей природы по собственному желанию. Основой всех законов и постановлений является их духовный смысл. В баяне больше внимания уделяется моральной цели законов, чем их правовым и исполнительным аспектам. Что бы ни относилось к смыслу, относится к Богу. Именно Бог и никто иной является источником смысла. Баян учит, что любовь – это основа и тайна мира существования. Чистота намерений имеет фундаментальное значение, а искренность и духовность необходимы для выполнения своих религиозных обязанностей. Баб хвалит науку и знания. Он возвышает умеренность, терпение, спокойствие и душевное равновесие. Религиозные законы Баяна имеют много общего с законами Корана, но при этом они полностью независимы от них. Такие установления, как обязательная молитва, пост, паломничество присутствуют в баяне, но видоизменены. Особое внимание баб уделяет молитве за родителей. Согласно баяну, человеческие существа занимают высокое положение, так как способны признать единство Бога и повиноваться ему. Человеческая душа вечно, и ее прогресс в пределах своего положения безграничен. Цель актов преданности способствовать духовному прогрессу и самый достойный акт преданности приносить счастье другим. Поэтому множество социальных законов появляются в баяне. Среди них запрет на ношение оружия и отмена смертной казни. Запрещено изгнание людей из их домов, из стран. Поэтому баб выделяет область из нескольких провинций, где разрешается жить только баби. Это чем-то похоже на запрет посещать немусульманами Мекку и Медину. Баб вводит в возраст зрелости и запрещает институт временного брака, распространенный среди шиитов. По сути своей, это была узаконенная форма проституции. Баб осуждает развод. В исламе достаточно было сказать развод три раза, и оба супруга считались свободными. В баяне же вводится год терпения для того, чтобы разводящиеся хорошо подумали. Законы баяна затрагивают и финансовую сферу. Баб предписывает каждому составить завещание. Важным изменением становится разрешение на законных основаниях начислять проценты на денежные суммы. В исламе на это наложен запрет. Также акцент делается на обязательстве урегулировать свои долги. Среди финансовых уложений есть и те, что можно назвать способствующими обращению веру. Например, не признающие баян, даже включая жен Баби, должны быть лишены имущества. Это имущество возвращается им, если они станут верующими. Подобные особенности революционной эпохи Баба были отменены бахаулой, так и не вступив в силу. Законы баяна так или иначе являлись переходными, поэтому Баб не оставил ни иерархии, ни системы, которая смогла бы воплотить сказанное в жизнь. Он твердил принцип, согласно которому светские правители должны быть видимым символом величия Бога. Согласно Баяну, они несут ответственность за исполнение этих законов с величайшим милосердием и добротой, но также с последовательностью и твердостью. Дела общества же Баб передал в руки торговцев и рабочих, которые должны были придерживаться справедливости. Баб утверждал, все превозносимое в баяне не более чем кольцо на моем персте, а я воистину лишь кольцо на персте того, кого явит Бог, да будет восславлено упоминание о нем. Он вращает его, как пожелает, для чего пожелает и через что пожелает. Воистину, он помощник в опасности Всевышний. Поэтому никакого преемника Баб в баяне не назначил, запрещая даже толковать саму книгу, чтобы ученые и люди не сбили с толку простых верующих, когда придет время признать того, кого явит Бог. Именно он и только он объяснит, что оставить, а что изменить в баяне. Он даст новые откровения, разрешив все трудности и противоречия. Маку Баб находился около девяти месяцев. Сразу после Нового года, науру за четвертого года эры Бахаи, его посетил Мулах Усейн. Незадолго до этого произошло восстание против Шаха и Мулах Усейн, чувствуя, что мятежники хотят втянуть его в свои замыслы, отправился в Маку. В качестве акта благочестия он прошел тот путь в 1200 миль пешком и без сопровождения. Несколько дней Мулах Усейн провел у Баба, пока тот не попросил его снова отправиться в дорогу. «Через несколько дней после твоего отъезда они переведут нас в другое место», – сказал Баб. И действительно, вскоре великий визирь издал указ о переводе Баба в другую крепость. Осведомители сообщили визирю о том почтении, которым проникся к нему смотритель тюрьмы. В апреле 1848 года Баб был перевезен из Маку в Чехрик. Выполняя волю Баба, Мулах Усейн отправился в путешествие, распространяя учения, и встретился с Кудусом в его родном городе Барфуруш. Кудус был крайне радушен и сделал все, чтобы тот чувствовал себя как дома. Я не упоминал о том, что творчество Кудуса было весьма обильно. Множество произведений, восхваляющих Баба и объясняющих его учения в самых разных стилях и жанрах стекло с его пера. Мулах Усейн прочитал эти сочинения и стал относиться к Кудусу по-новому, смиренно и с почтением. Кудус попросил Мулах Усейна отправиться в город Мишхет провинции Хорасан, второй по величине после Тегерана город Персии. Мишхет являлся и является священным городом шиитов. Кудус попросил возвести там центр Баби, Бабия. Мулах Усейн сделал это и Бабия стала местом, куда стекалось множество верующих, и там они беседовали и размышляли об учении новой веры. Техере активно действовала в Кирбеле, другом священном городе, находящемся в Ираке. Она самоотверженно посвятила себя проповеди учения Баба, облегчала падение нравов, бесстрашно призывая к обновлению жизни общества. «Баб не может быть обетованным», – возражали ей богословы. «Сказано же, что обетованный придет из городов Джабулка и Джабулса, а твой Баб – из Шираза». «Городов Джабулка и Джабулса никогда не было и нет», – отвечала Техере. «Это всего лишь плод воображения. Как же можно этому поверить?» Ее пламенность обратила веру в вдову Сейдеказима, и они стали неразлучными подругами. В это время Баб призвал всех к провинцию Хоросану. Она выдвинулась туда. Чтобы вы понимали масштаб путешествия, Кирбела находится в 1800 километрах от Хоросана. Это как от Москвы до Праги, или как от Киева до Тбилиси. Огромное расстояние. По дороге Техере заехала по просьбе отца в родной город Казвин, к западу от Тегерана. Как только она прибыла туда, ее муж, с которым они не виделись три года, вдруг вспомнил о ней. Техере ответила. «Если бы ты действительно хотел бы быть моим верным супругом, то сопровождал бы пешком мой паланкин от Кирбелы до Казвина. Если бы мы путешествовали вместе, то я пробудила бы тебя ото сна. Но этому не суждено случиться ни в этом мире, ни в грядущем. Никогда я не смогу соединиться с тобой». Муж Техере и его отец пришли в ярость от этого послания. Они не нашли ничего лучше, чем внушить ненависть легковерной толпе против всех учеников Сейда Казима в Казвине. И шейхи, и Баби убивали. Несколько последователей Баба умертвили с особой жестокостью, разрубив тела на куски и разбросав их так, чтобы невозможно было предать их земле. События в Казвине затронули и Бахаулу. Его на несколько дней арестовали. Бездействие властей обрадовало злоумышленников. Они стали готовить Техере страшную участь. Но ее было не запугать. Она сказала, что Бог вырвет ее из-под власти мужа. И ровно через 9 дней Бахауле удалось вывести Техере в Тегеран. Многие после этого обратились в веру. Рассеянные и разобщенные последователи Баба нуждались в том, чтобы обрести понимание своих дальнейших действий. Для этого они собрались в деревушке Бедашт, около Бастама, родного города Мулы Хусейна, на конференцию. Прибыв в Бедашт, Бахаула снял три дома. Один для Кудуса, другой для Техере и третий для себя. Расположенные кругом дома буквально утопали в садах. В центре этого круга было открытое место, где Баби могли беспрепятственно собираться и совещаться. Всего на соборе присутствовал 81 человек. Каждому Бахаула дал новое имя, с которым принявший веру должен был войти в новую жизнь. Сам он принял имя Баха. Каждое из этих имен было впоследствии утверждено Бабом. 22 дня длилась эта конференция. Однажды Бахаула заболела, не мог выходить из дома. Кудуса, за ним и все остальные собрались около его дома. Все, кроме Техеры. Присутствие среди мужчин ей не разрешалось. Техере передала Кудусу записку с просьбой навестить ее, но Кудус отказался. Но то, что произошло потом, повергло в изумление всех. Техерея сама пришла в сад Бахаулы, нарядно одетая и с открытым лицом. С величайшим спокойствием и достоинством приблизилась она к Кудусу и села рядом с ним. Смогли все разговоры. Многие отвернулись при виде открытого лица. Говорят, что один из присутствующих даже перерезал себе горло. Кудус, лицо которого потемнело от гнева, схватился за кинжал. Но гнев мужчин нисколько не смутил женщину. Она поднялась и начала говорить. Ее слова звучали ритмично и ясно. Техерея произнесла. Я то слово, которое должен сказать обетованный. Слово, которое повергнет страх всех владык и вождей. Слышите трубный глаз. Это звучит великая труба, возвещающая наступление великого дня. После ее речи Бахаулла вышел из дома и прочел суру неизбежного из Корана, в которой рассказывается о дне обновления. Это был самый важный момент встречи. Именно женщина удостоилась чести провозгласить наступление новой эры. Часть местных жителей была враждебно настроена в отношении Баби. Вскоре на них было совершено нападение и все имущество разграблено. Бахаулла и Техере были арестованы. Но цель этой конференции, этой исторической встречи была достигнута. По распоряжению великого визиря Баба перевели из маку в Чехрик. Условия содержания в этой тюрьме были более суровы. Коменданту дали ясно понять, что он не должен следовать примеру Алихана и что ему надлежит содержать Баба в условиях строгой изоляции. Несмотря на эти приказы, смотритель Чехрика также попал под обаяние личности Бабы и вскоре почувствовал, что не в силах следовать распоряжениям великого визиря. Он горячо полюбил Баба и не отказывал никому, кто желал с ним встретиться. Так как количество людей, стекавшихся, чтобы увидеть Баба, было очень велико, пришлось селить их в небольшой деревушке, что находилась в части пути от крепости. Интересный случай произошел с одним князем из Индии, который, увидев веще сон, пришел в Персию из своей далекой страны. Он часто повторял свой рассказ. Однажды мне приснился Баб. Одним своим взглядом он совершенно покорил мое сердце. Когда я вскочил, чтобы следовать за ним, он пристально посмотрел на меня и сказал, сними свой роскошный наряд, оставь родную страну и пешим пройди далекий путь, чтобы встретить меня в Азербайджане. Все, что желает твое сердце, исполнится в Чехрике. Я последовал его наставлениям и достиг своей цели. Известие о том, что этот правитель стал дервишем, дошло до Тегерана. Оно свидетельствовало о возрастающем влиянии Баба. Чтобы помешать этому, был издан приказ привезти Баба в Тибриз и опозорить. Глава города очень много слышала о Бабе, и ему хотелось испытать его мужество. Поэтому, когда Баб пожелал посетить баню, принц приказал конвоиру оседлать для Баба норовистую лошадь, которая не раз сбрасывала себя самых храбрых и умелых наездников. Когда к Бабу подвели лошадь, он взял ее за уздечку, нежно погладил и вскочил на нее. Лошадь не двигалась, словно ощущая укращающую силу всадника. Для простых людей, стоящих в толпе, это казалось чудом, и многие сразу объявили себя приверженцами дела Баба. Но Баб припомнил стих из Корана. Он сказал, «Неужто полагают люди, что если они скажут веруемым в Бога, их не подвергнут испытаниям?» Справедливость этого замечания стала очевидной, когда оказалось, что очень немногие из тех, кто с таким воодушевлением объявляли о своей вере в Баба, когда видели его чудеса, остались верны его делу в час испытаний. В Тибризе был созван сход высшего духовенства, с целью которого было подвергнуть Баба испытанию в присутствии 16-летнего наследника, будущего главой Персии на Срединшаха. Прибыв в собрание, Баб увидел, что все места, кроме места для принца, заняты. Без малейшего колебания он направился к этому креслу. Глава духовной общины спросил, «Кем ты считаешь, и что за послание ты принес?» «Я есть, я есть, я есть обещанный», – отвечал Баб. «Я тот, к чьему имени вы вызывали тысячу лет, тот, при упоминании о коем вы вставали, чье пришествие вы жаждали узреть, моля Господа приблизить час его откровения. Воистину, говорю я, все народы Востока и Запада должны повиноваться моему слову и присягнуть мне на верность». Глава духовной общины сказал ему, что в такое смелое утверждение нельзя сразу поверить, оно требует доказательств. Баб согласился за двое суток сочинить и показать им столько стихов, сколько есть во всем Коране. Несколько раз Баб начинал являть откровения, но его перебивали. В итоге Баб поднялся и покинул собрание. Глава общины был очень недоволен исходом. Он воскликнул, «Какой стыд, что жители Тибриза так невоспитаны!». Один из богословов продолжал во весь голос клеймить ушедшего, и власти решили подвернуть Баба наказанию палочными ударами по пяткам. Один из священнослужителей сам вызвался исполнить приговор и нанес Бабу 11 ударов. В тот же год этого человека разбил паралич, и он умер в ужасных мучениях. Из Тибриза Баба отвезли обратно в Чехрик. Перед отъездом он вложил свои писания, кольцо и футляр для письменных преднадлежностей и попросил через доверенное лицо отослать это Бахауле. В это время визирь Шаха Мирзата Гехан без ведома самого Шаха распорядился, чтобы верующих в Бабы подвергли наказанию. Духовенство с кафедр подстрекало толпу. Многие, включая правительственных чиновников, радовались при мысли о том, что они смогут прибрать к рукам имущество убитых. Кудуса в тот момент заключили под домашний арест в городе Сари, неподалеку от его родного Барфуруша. Этот город известен тем, что он какое-то время был столицей Ирана, а также тем, что его в середине 15 века посетил русский купец Афанасий Никитин, упомянувший его в своих путевых записках «Хождение за три моря». Баб попросил Мулахусейна поддержать Кудуса. Мулахусейна и его спутники числом в 202 человека, развернув черное знамя, символ владыки эпохи, описанный в преданиях, немедленно южной дорогой выдвинулись в свой поход. «В каждой деревне и в каждом селении спутники возвещали о послании нового дня. Они призывали людей принять его, и те, кто откликался, присоединялись к ним». Мулахусейн не уставал повторять своим спутникам, что тот, кто не готов отдать свою жизнь за веру, должен его покинуть. Были те, кто предпочел вернуться назад, но число участников постоянно возрастало. Тем временем в Барфуруше, сейчас этот город называется Баболь, стало известно, что приближается Мулахусейн со своими единомышленниками. Местный улем богослов запугал жителей, говоря им, что их всех перебьют, если они не встретят Баби самым богоугодным образом – ружьями, саблями, камнями и палками. Жители города не на шутку испугались, услышав о грозящей опасности, и стали готовиться. Им было невдомек, что Баби собирались мирно и спокойно пройти через их город, рассказывая об обещанном. На самом деле, богослову был спущен сверху тайный приказ, поэтому жители были не одни. С ними была армия Визиря, который был убежден, что под благовидным предлогом он сможет избавиться от смутьянов. Когда наступавшие выдвинулись к путникам, их лица выражали лютую жестокость, а уста извергали проклятие. Первым ружейным залпом было убито шестеро Баби. Мулах Усейн отказался дать приказ даже к обороне. Вторым залпом было убито еще несколько. Среди павших был близкий друг Мулах Усейна. И только тогда Мулах Усейн взмолился. «О Господи мой Боже, Ты видишь, какие превратности и беды выпали на нашу долю. Ты видишь, чем встретили нас эти люди. У нас было лишь одно намерение – указать им путь истины. Ты учил нас защищаться от врага. Позволь же нам обнажить свои мечи и вступить в сражение». С этими словами он выхватил меч и верхом на лошади врезался в гущу нападавших. Надо сказать, что Мулах Усейн был невысок ростом, физически слаб и болезненен. Его рука дрожала даже когда он держал перо. Но в этот момент, в этот день он явил такую силу, что его меч разил врагов без устали. Увидев в толпе солдата, застрелившего его друга, Мулах Усейн ринулся за ним. Одним ударом Мулах Усейн разрубил ствол дерева, ружье и его владельца. Этот невероятный эпизод потряс всех, кто стал его свидетелем. Разрубленное ружье, как доказательство, потом переслали помощнику визиря, который ругал главу отряда нападавших за позорное поражение. Пока нападающие в смятении разбегались, Мулах Усейн поскакал в город, прямо к главе духовной общины. «Ужели забыл ты, – кричал ему Мулах Усейн, – что тому, кто проповедует священную войну, должно самому шествовать во главе и собственными подвигами воспламенять их преданность и поддерживать их дух?» Священнослужитель так и не вышел к нему. Тем временем нападавшие сдались и просили мира. Спутники Мулах Усейна с кличем «Я Сахипа Аззаман» – о, владыка эпохи – догнали своего предводителя и целовали стремена его с кукуна, удивляясь тому, что тот остался цел и невредим. Несколько раз на них подло нападали уже после разгрома. И каждый раз Мулах Усейн, после того, как отбивал нападение, прощал их и устанавливал мир. Их задачей не было остаться в городе. Из Барфуруша они выступили в сторону Сари. На пути верующих была одна из святынь, хранитель которой ожидал их, увидев во сне будущие события. Эта святыня – усыпальница шейха Табарси. Шейх Табарси жил в XI-XII веках и был автором одного из самых подробных и ярких комментариев Корану. Мы до сих пор не знаем, где он захоронен. Есть две его гробницы – одна в Мешхеде и другая там, где развернулись трагические события. Было ясно, что побежденные войска визиря, маскировавшиеся под жителей Барфуруша, не оставят своего преступного замысла. Поэтому Мулах Усейн сказал разбить лагерь там и распорядился, чтобы вокруг гробницы возвели укрепление. Сразу же после окончания строительства пришло известие, что в соседнюю деревню прибыл Бахаула. Осмотрев сооружение, он остался доволен и сказал Мулех Усейну послать делегацию из семи человек с требованием освободить Кудуса. «Этого будет достаточно», – сказал он. Он верил сотоварищей заботе Бога и отправился в Тегеран. Мулах Усейн выполнил все указания Бахаулы. Кудус был освобожден, и вскоре он присоединился к защитникам. Отдавая дань уважения Кудусу, который прибыл верхом на скакуне, каждый верующий держал в руках по две зажженных свечи, освещая путь Мазандаранского леса. «Святой, святой Господь наш, Господь ангелов и Духа!» – звучали ликующие голоса. Хорошо вооруженные правительственные войска окружили форт шейха Табарси. Началась осада. Медленно, но верно припасы заканчивались. «Что же будет, когда совсем закончится вода?» – жаловался один из верующих. Кудус, который с насыпи наблюдал за неприятельскими войсками, повернулся к нему и сказал. «Нехватка воды – для нас большое испытание. Если Богу будет угодно, сегодня ночью наших противников застегнет ливень. Это поможет нам отразить готовящийся штурм». В ту же самую ночь на войска внезапно обрушился проливной дождь. Небольшое количество боеприпасов промокло, а верующие в крепости сделали запасы дождевой воды, которой должно хватить было надолго. Несколько раз осажденные пытались с криком «Ясахипас Заман» прорвать блокаду. В одном из таких сражений Кудус был тяжело ранен. Пуля прошла через рот, выбила несколько зубов и повредила язык и горло. Бахаулу, который пытался прорваться к ним, арестовали. Осада заставила осажденных выкопать колодец. В одно из сражений пуля пронзила грудь Мулы Хусейна. Истекая кровью, он спешился и упал на землю. Двоюных его товарища поспешили на помощь и отнесли его в крепость. Он был без сознания. Как только его доставили, Кудус попросил всех покинуть комнату и оставить их вдвоем. Верующие в волнение ожидали за дверью. Каково же было их удивление, когда через несколько минут до них донесся голос Мулы Хусейна, который спокойно отвечал на вопросы Кудуса. Беседа продолжалась около двух часов. Один из верующих подглядывал в щелку. Он был потрясен, когда увидел, что в один из моментов Мулы Хусейн встал и преклонил колени перед Кудусом. Но время первой буквы живого истекло. Он скончался. На лице его застыла легкая улыбка. Казалось, что он спокойно спит. Кудус взял на себя заботы о похоронах Мулы Хусейна. Он облачил тело в собственную рубаху и, прочитав молитву, сказал, «Пусть возлюбленные Господа последуют примеру этих мучеников за нашу веру. Пусть они пребудут столь же едины в жизни, как эти люди в смерти». Мулы Хусейну было 36 лет. Его младший брат и сестра также погибли. Последнее сражение Мулы Хусейна и его товарищей нанесло серьезный урон правительственным войскам, и им понадобилось 45 дней, чтобы снова собраться с силами. Несмотря на голод, баби пели и предавались веселью, презрев угрожавшие им опасности. Над фортом разносились гимны и молитвы. А в пищу в это время уже пошла кожа сапог, потому что все запасы съестного закончились. В начале марта 1849 года Куду стал готовить своих товарищей к приближению мученической гибели. К этому времени в крепости съели уже всю кожу, и единственной пищей была трава, которую отваривали и ели. Однако смятение было на той стороне. После стольких попыток, неудачных попыток уничтожить мужественных последователей баба, руководитель созвал на совет своих командиров. Поклявшись на Коране и своей честью, он заверил, что все защитники крепости, которую они не смогли взять, будут отпущены на свободу, что никто из жителей окрестных сел не тронет их, и он сам за собственный счет устроит их возвращение домой. Кудус приказал своим верующим готовиться к уходу из форта. Семь месяцев 10 октября 1848 по 10 мая 1849 года стойкие последователи и последовательницы баба защищали крепость Барси. Их обманули. Часть поддавшихся на уловку товарищей Кудуса согнали во вражеский лагерь, отобрали у них все имущество и продали в рабство. Других либо зарубили саблями офицеры, либо растерзала толпа. Одних привязывали к деревьям и безжалостно расстреливали, других казнили, выстреливая ими из пушек. Баби сжигали заживо, спарвали им животы, а отрубленные головы насаживали на пики. Вот так противник выполнил свое обещание. Самого Кудуса отвезли в Барфуруш. Город был украшен флагами, жители высыпали из своих домов на улицу. С Кудуса сорвали одежду, и Басова с непокрытой головой, закованного в цепи, водили по улицам. Вопящая толпа осыпала его проклятиями и плевала в него. Долгое время, много лет подряд мама Кудуса уговаривала его жениться. «Не пришло еще время моей свадьбы», – отвечал он тогда ей в ответ. «Сейчас, дойдя до места, где ему суждено было принять смерть, Кудус возвысил свой голос и сказал, «Ах, если бы только моя мать была со мною и могла своими собственными глазами увидеть величие моей свадьбы». Услышав эти слова, толпа набросилась на Кудуса и растерзала его. Его исколотое, искалеченное тело было сброшено в огонь. Глубокой ночью преданные друзья Кудуса собрали обугленные остатки искалеченного тела и предали их земле недалеко от места его мученической гибели. Свыше 500 человек и 9 из 18 букв живых погибло в крепости Табарси. Из них двое самых значимых – Малах-Усейн и Кудус. За этим драматическим эпизодом последовали волнения, схожие с ним в своих основных чертах. В провинции Фарс, где только-только забрежил свет веры, яростным, неистовым ураганом обрушились на жителей Мериза и его окрестности испытания. Основные события разыгрались там вокруг фигуры Вахида, преданного и бесстрашного глашата имени Баба. Вновь небольшой отряд верующих, ни в чем не повинных, чтущих закон, миролюбивых и чей дух невозможно было сломить, подвергся нападениям превосходящих сил безжалостного и фанатичного войска. Сегодня мы узнали с вами подробности заключения Баба в Макку и Чихрики, услышали краткое описание законов Баба, явленных там его главной книге Баян, и судьбу мучеников веры в крепости Табарси, отдавших свои жизни за то, чтобы новое учение, которое оформилось на большой деревушке Бедашт, смогло раскрыть свои объятия для всех людей Земли. Битва за возлюбленного разгоралась, но все самое главное было еще впереди. Спасибо. Мой привет всем вам.